Более 90% людей при покупке беспроводных наушников не заметит разницу в звуке между ушами за 20 долларов или за 200 долларов, если уши за 20 долларов будут удачны. Конечно увидят, что материалы у дешёвых наушников проще, будет довольно логично, что хуже будет и программное обеспечение и проще будет упаковка. Но если добавить ещё долларов 20, даже микрофоны у лоукоста будут не хуже. В ушах до 50 долларов не бывает активного шумоподавления ANC, но присутствует шумодав для микрофона ANC. Хотя одни наушники в топ и попали. И сегодня я расскажу вам о 10 лучших по моему мнению парах беспроводных наушников от 16 до 56 долларов. Места расставляю хаотично, кроме первого. Все модели по своему достойны. И на каждую из них на моём канале есть отдельный обзор, который вы можете посмотреть по ссылкам в описании к видео. Тьюб 676 Всем привет, вы на канале Польза интернет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 ми бэндов, пятой серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. А также дополнительные розыгрыши, все условия в описании, как и мои контакты. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках эконом класса на любой вкус. 10 место. Беспроводные наушники-затычки Xiaomi Redmi AirDots 2. 16 долларов без всяких купонов, промокодов, кэшбэков и распродаж. В этих ушках есть функция сброса наушников, физические кнопки вместо сенсоров, нет никаких дополнительных режимов и так ни в ютьюбе, ни в играх задержки нет. Отсутствует белый шум, пластик стал приличнее, чем в их первой версии. Упаковка красная, эффектная, бесполезная и точно из Китая придёт вам помятой. Внутри инструкция на китайском языке наушники, три пары однородных амбушюр, которые для начала подойдут. Но так как они стандартные, особых проблем с их заменой не будет. Ещё бокс для зарядки наушников и всё. Кабеля для зарядки в комплекте нет. Люфт у крышки есть. Зарядка – микро юсб. Бокс. Самое главное – нет ощущения самого печального и дешёвого пластика, как в первой версии. Даже тактильно бокс немного приятнее. На три полные перезарядки наушников бокса хватает. При тряске внутри бокса ушки дребезжат. Наушники. Только пассивный шумодав и шумодав на микрофон. Уши такие же удобные, как и первая версия. Bluetooth версии 5.0. Через одну стену бьют. Поддерживают кодек только СБС. Зарядка только микро юсб. Защита от влаги заявлена. Но скромная. IPX4. И только у наушников. Переключать треки с ушей нельзя. Только плей пауза, вызов голосового помощника и сброс звонка или ответ на него. Автономность у них 4 часа на 80% громкости. Что для такого устройства просто отлично. Задержки в играх и ютюбе нет. Микрофоны необычно хорошие. Звучание. Стали немного тише, чем первые эйрподсы. Чистый звук. Незаваленная середина и много баса. После смены амбушюр и подкрутки эквалайзера. Уши для своей стоимости просто клад. И напомню вам. Отдельные обзоры на каждую модель ушей в моём топе есть на моём канале по ссылкам в описании к видео с примером работы микрофонов и примером задержки. 9 место. Беспроводные наушники затычки Realme Buds Q. Приятный пластик. Три цвета. Отличная автономность для лоукоста. Не худший микрофон из класса затычек. Вкусная цена в 19 долларов без распродаж. 10 мм динамические драйверы. Это как вы знаете очень даже хорошо для лоукоста. Адекватная программа для управления. Вес каждого наушника по 3,8 грамма вместе с амбушюром. В комплекте в отличие от редми двухсоставные амбушюры со стандартными тремя размерами на выбор. Амбушюры слишком жёсткие и даже у редми эрдотс 2 были лучше. Зарядка через микро юсби. Автономность на 70 процентах громкости почти 4 часа. При использовании одного наушника на 50 процентах громкости наушник играет все 6 часов. По одному наушники работают. У этих ушек хороший пластик и удобная посадка. Великолепный запас громкости. Нет белого шума. В шторке заряд наушников показывают, как и у всех из 10 пар в представленном топе. Компенсационное отверстие есть. Корпус ушек довольно маркий. Особенно маркая и подверженная царапинам глянцевая поверхность сенсоров. Ложных нажатий ушки не ловят. Приложение Realme Link скачивается по QR коду. В нём можно поменять назначение тапов и включить самую главную и полезную функцию – режим игры. И это требует отдельного акцента. На моих телефонах в играх при данном активированном режиме лично я задержку не замечал вообще. И это хорошо. Как вы понимаете – нечего говорить о воспроизведении видео в ютюб. Заметной задержки конечно же нет. Вокал лучше проигрывают редми и эйрдотс 2. Басы в стоке лучше у реалми. Но после работы с эквалайзером, если вы не аудиофил – звучание вам однозначно зайдёт. Супер плюс – нереальная громкость. 8 место. Единственные беспроводные наушники-затычки с активным шумоподавлением в моём топе – ANC. Настоящим шумоподавлением, а не шумоподавлением микрофонов ENC, как некоторые продавцы пытаются представить некоторые ушки с активным шумодавом. Xiaomi Halo T16. Они единственные на сейле будут стоить аккурат 56 долларов. С купонами и промиками реально их купить за 46. Но это нужно очень стараться. Изменение громкости с наушников. Датчик приближения. Программа для управления и обновления прошивки в наличии. Никаких лишних элементов в дизайне в виде рюшечек или цыганского золота нет. Функция активного шумоподавления, приправленная режимом прозрачности, есть. Хотя и не супер мега крутая. Адекватные микрофоны. Отличная автономность. Громкость за пределами разумных лимитов. Прямо опасная. Беспроводная зарядка бокса в наличии. Type-C тоже. Обалденный тактильный улетный матовый пластик. Режимы работы можно менять прямо с сенсорами с наушников. Плюс игровой режим. У бокса емкость на 500 мАч. На 4 полных заряда наушников в боксе есть. Ушки большие, объемные. Я бы даже сказал огромные. Притом по удобству не хуже чем Meizu Pop, который я считаю самыми комфортными ушами в сегменте беспроводных затычек. Емкость батареи одного наушника 50 мАч. Заряжаются в боксе они за целых 2 часа. Это прямо рекорд со знаком минус. Безумно долго для ТВС. Внутри каждого наушника омеднённое алюминиевое жило CC-AW. Кратко это даёт лучший звук при меньших затратах энергии. Обязательным условием использования является программа. Обновлять прошивку нужно сразу. Защита от влаги IPX5. Автономность 5 часов 10 минут на 100% громкости, что прилично. Bluetooth версии 5.0, кодеки AAC и SBC. Средненькие микрофоны. Мало средних частот при проигрывании много высоких и низких. Естественного звука в них не будет. Их плюсов в сумме качеств. Звук не плох, но и не супер. ANC тоже не фонтан, но в наличии за эти деньги это круто. 7 место. Беспроводные наушники Viva TVS Neo. Вот ровно 56 долларов на распродаже. Плюс ещё купоны можно использовать и кэшбэки, как я постоянно вам повторяю. Лучшие по звуку вкладыши в топе. И да, они хуже по звуку, чем их старшая версия Viva TVS. Но не настолько, насколько ниже их цена. На борту поддержка кодеков AAC и SBC, а также APTX адаптив. Есть бюджет до 60 долларов – однозначно брать эти уши либо те две пары, которые на первом месте. Продаются они в двух цветах. 5 часов 50 минут отрабатывают на максимальной громкости с одного заряда. Bluetooth космической версии 5.2. Звучание хорошее с басами. Хоть форм фактор и вкладыши. Своя программа. При перелистывании треков на паузе и на максимальной громкости уши не шипят. И перегрузов не ловят. Отличные микрофоны с айфонами звучат плоско. С андроидом хороший запас громкости. Супер объём и низкие частоты, что удивительно для вкладышей. 6 место – беспроводные наушники вкладышей Xiaomi R2 SE. Безразмерные, белые и матовые. Но до 60 долларов с купоном их купить можно. И не только 11.11, но и в промежуточные распродажи. Делают их много, покупают ещё больше. Распродаж на Али на них в горячих товарах хватает. Да их даже подделывают все кому не лень. Задержка в играх и ютюбе незаметна. Из ушей при тряске не выпадают. Очень самобытный бокс для зарядки. Больше 6 часов автономности. Пакинг масс маркет. Уверен в китае их вообще рядом с кассами в магазинах электроники развешивают, как у нас батарейки. По боксу. Люфт крышки приличный. Крышка на магнитах. Открывается от малейшей тряски. Пластик матовый, белый марки и качественный. Внутри бокс глянцевый. Ёмкость бокса 410 мАч. На 3 перезарядки ушей хватает. Единственный диод индикации. Для подключения достаточно открыть крышку бокса и далее подключить наушники через поиск блютуса. Все стандартно. Палка стала длиннее, чем в старшей версии. Внутрь запихали аккумулятор побольше. Хватает его теперь на серьёзных 5 часов на максимальной громкости, которая здесь с неплохим запасом. На максималках наушники не хрипят. Белого шума нет. Блютус версии 5.0 через две стены ловит. Фризов в местах с обилием вай фай сетей я не замечал. Но здесь очень много зависит от вашего телефона. По одному ушки работать могут. Сенсоры приближения есть. Притом они не глючат. Вынули наушники – автоматически встала пауза. Вставили обратно или убрали в бокс. Продолжение воспроизведения. Заявленной защиты от влаги и пыли – нет. Управление сенсорами. Они здесь в меру чувствительны. По функциям – ответ на звонок и сброс звонка, плей паузы и вызов голосового помощника. Громче и тише можно сделать только помощником. В сенсорах наушников этой функции нет. Да ими даже перелистывать треки нельзя. По QR коду на коробке можно скачать программу с голосовым помощником xiaoi, который вам будет бесполезен. Микрофоны ужасны. Задержка незаметна даже в играх. Про звук? Хотите студийный звук? Это однозначно не про бюджетные вкладыши. Вы конечно можете проникнуться харизматичной подачей в ютубе профессионалов маркетплейса. Что если покупать, то только сони и сенхайзеры. Но это не так. Для обычного меломана звучание этих твс хватит за глаза. Звучание для вкладышей довольно сбалансированное. Объем приличный, баса конечно же мало. На максималках самое главное не хрипят. Запас громкости есть. Носить в ушах удобно. Пятое место. Наушники сяоми QCY T7. Беспроводные вкладыши. Анимация с любым андроидом прямо при подключении. Сенсоры приближения. Собственная программа со встроенным эквалайзером. Управление громкостью. Матовый пластик. Тайп си. Корабулька. Как всегда всё просто. Правда с цветами слегка унисекс. Единственная кнопка для сопряжения на боксе довольно убогая. При нажатиях слегка гуляет и между кнопкой и корпусом довольно большие зазоры. И это плохо. Из бокса наушники можно вытряхнуть только при очень большом желании. Одной рукой ушки вынимаются. В кармане бокс неприятно заметен. Заряжается бокс только от кабеля тайп си. Емкость 400 мАч. В ушках по 35 мАч. Программа скачивается отдельно. Я качал на фо пда. Найти файл апк можно в сети везде. В принципе. Устанавливается она очень просто. Печально что в проге нет возможности обновления прошивки. Во всяком случае на данный момент. Но есть эквалайзер и супер полезная функция поиска наушников. Активируете функцию. Ушки начинают пищать чтобы их можно было найти. И разумеется анимация на телефон заводится именно этой программой. Наушники. На 100 процентах громкости которая будет однозначно излишней. Наушники дадут вам 3 с половиной часа автономности. Немного, но по минимуму должно хватить на два фильма. 13 мм драйверы в каждом наушнике. Автопауза работает на всех девайсах исправно. На максималках наушники не хрипят. С айфоном звучат хорошо. Качественные вкладыши с хорошим звуком. Но старшая модель звучит лучше. Хоть и стоит дороже, но незначительно. А вот и она. 4 место. Беспроводные наушники вкладыши сяоми QCY T8. Вот их бокс нужно на выставку. А того кто придумал сделать оборку ножки золотым кольцом на плаху. На целых 2 доллара дороже чем QCY T7 все 18 долларов вместо 16 их стоимость. Блютус модуль версии 5.1. Адекватная программа. Зарядник от Type-C. Матовый кейс. Возможность управления звуком прямо с наушников. Сенсоры приближения. Анимация с любым андроидом. И громкость. Прощай сознание. Зарядка бокса от Type-C. Соединительные швы видны близко, отчетливо. Думаю, со временем туда забьется грязь. И бокс потеряет товарный вид. Тактильно матовый пластик приятный. Ёмкость бокса 380 мАч. На 4 перезарядки наушников хватает. С ним нельзя использовать быструю зарядку, заряжать можно при 2 амперах и 5 вольтах. Принимает он максимум 10 ватт. Заряжается до 100% за 2 часа. Оставшийся заряд кейса можно посмотреть в программе или анимации. Что очень удобно и редко встречается даже в наушниках среднего сегмента. Пауза при изъятии наушника работает во всех плеерах. А вот последующее воспроизведение не везде. В ютюбе кстати работало. Очень неудобно расположен сенсор для управления в ножке. Ловят неприлично далеко, через две стены свободно. С аппаратами с хорошим блютусом. Кодек только SBC. Автономность на 50% громкости, которой вам хватит, у меня составило 3 часа 40 минут. По одному наушники работают без проблем, главного здесь нет. Защита от влаги скромная. IPX4. Звук лучше чем у Т7. Громче, чище и богаче. Если бы не дизайн, я бы про Т7 даже не вспоминал. Но цыганская оборочка – это конечно еще то издевательство. Третье место. Что удивительно – беспроводные наушники вкладыши в OnePlus Buds TWS. И в полете я не перебываюсь. Просто они выпустили новую прошивку, которая сделала звук более объемным. Скажем так – терпимым. Три месяца назад звук был просто плоским. Ну а сейчас они в моем топе. Но всё ещё не фонтан играют с OnePlus 7T Pro. Что удивительно. Отлично они работают с пикселем 4а и пикселем 4. И всё это с огромным НО. Это самые крупные вкладыши из тех, что у меня были на тестах. Если у вас из ушей вываливаются эйрподсы от того, что они слишком маленькие – это предложение как раз для вас. Поэтому они и в топе. 13 мм драйверы, по 3 микрофона в каждом наушнике. Микро не супер. Система шумоподавления CVC для звонков конечно в наличии. Dolby Atmos, IPX4, сенсорное управление, сенсоры приближения. Аккум на 35 мАч и 7 часов автономности – это прям сильно. 30 часов выдают они с кейсом. И это уже космос. 10 минут зарядки бокса – дает 10 часов работы наушников. Обновление пока только с гаджетами ван плас, как и поддержка Dolby Atmos. Звук по мне хорош был только с пикселем. С остальными девайсами звук посредственен. Я бы даже не сказал, что они лучше чем QCY T8, которые были на прошлом месте в 3 раза дешевле. Цена 11.11 по ссылке в описании. На все товары из топа ссылки на покупку будут как раз там, как и ссылки на отдельные обзоры. На данный момент она 62 доллара. С кэшбэком по карте и сетевым кэшбэком будет меньше 56 долларов. Фанатов у этих наушников море. И я все еще не понимаю почему. Но третье место. 2 место беспроводные наушники вкладыши тронсмарт оникс эйс. И они здесь в первую очередь за заслуги бренда. У тронсмартов хватает брака, но нет проблем с возвратом средств и ценообразованием. Их товары можно всегда купить неприлично дешево. Эти ушки на сейле будут всего 19 долларов. Продаются они в двух цветах. Звучат по мне лучше ван классов. При этом они еще и удобнее. Убогая блямба на корпусе и диоды – вот мои единственные претензии к данной модели с точки зрения дизайна. Долго я противился их покупке и как всегда зря. Коробка похожа на анкеров. Люфт у крышки лютый. Сборка не супер. Изменение громкости есть. Перелистывание треков также в наличии. Плюс еще есть голосовой помощник. Можно включать и выключать наушники прямо с сенсоров. Есть сброс к заводским. Чип куалкомовский 3020 с поддержкой aptX. Шумоподавление микрофонов при разговорах работает что удивительно. Блютус версии 5.0. Защита от влаги IPX5. Автономность на 50% громкости два с половиной часа. Микрофоны мне в принципе понравились. Звучание качественное. Мне они по форме не особо зашли. Но людям которым я давал их тестировать они зашли даже очень неплохо. Что странно. Обычно я такой всеядный в плане вкладышей. Громкость с запасом белого шума нет. Первое место чтобы вы не мучились. Вкладыши или затычки. Две модели. Xiaomi Phil CC и Anker Soundcore Live P2. Phil CC стоит 56 долларов. Anker 44 доллара на этой распродаже. И на эти модели нужно смотреть отдельные обзоры однозначно. Или просто покупать. В сегменте в районе 50 долларов по мне они идеальная середина. Как по звуку так и по микрофонам. Вот сразу ответ на все вопросы которые вы мне задавали перед распродажей. Единственное всегда нужно быть морально готовым к браку. Потому что любые девайсы имеют брак. Даже у айфонов они встречаются. Главное понимать что в 99 процентах на алиэкспрессе всегда можно вернуть средства. Да в конце концов можно покупать не на али а в соседнем магазине. Просто чуть-чуть переплатить. Плюс можно будет ещё послушать. Не забудьте подписаться на мой канал с промокодами, скидками и купонами в телеграме. По ссылке в прикривлённом комментарии. Постю туда только то что мне интересно, а не всякие кобеля и погремушки. Приходите сегодня на стрим. Я расскажу вам что я сам планирую купить 11.11. Стримы я кстати провожу еженедельно. В записи их сохраняю. Подписывайтесь на канал с колоколом. Пишите что ещё купить на обзор и понравился ли вам данный топ. Ставьте лайк за труды. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья!